ЗАВЕТ ЛОНГЧЕНПЫ Незапятненная светоносность. ЗАВЕТ ЛОНГЧЕНПЫ Поклоняюсь всем возвышенным, одаренным высшим милосердием. Поклоняюсь погруженному в переживание природы изначальной основы. ЗАБОТИЩЕМУСЯ ОБО ВСЕХ СУЩЕСТВАХ СВЕРШЕНИЕМ И РАСПОСТРАНЕНЕНИЕМ АКТИВНОСТИ. ПРОЯВЛЯЮЩЕМУСЯ ВО ВСЕЙ МНОГОГРАННОСТИ СИЛОЙ ВНУТРЕННЕГО МИЛОСЕРДИЯ. НАИВЫШЕГО СОНЦА, ЯРЧАЙШЕГО И ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО СИЯНИЯ. ПОКЛОНЯЮСЬ УСМИРЯЮЩЕМУ ЗАЦИКЛЕННЫХ НА ПОСТОЯНСТВЕ ЯВЛЕНИЙ. ТОМУ, КТО ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИВ ЗАДУМАННОЕ, ОТПРАВИЛСЯ В САМОЕ БЛАГОРОДНОЕ И СВЯТОЕ МЕСТО – КУШИНАГАР. ПОСКОЛЬКУ Я ПОСТИГ ПРИРОДУ САНЦАРЫ И ОТСУТСТВИЕ КАКОЙ-ЛИБО ИСТИННОЙ СУЩНОСТИ В ЯВЛЕНИЯХ ЭТОГО МИРА, ДЛЯ МЕНЯ ПРИШЛО ВРЕМЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО НЕПОСТОЯННОГО И ИЛЛЮЗОРНОГО ТЕЛА. ПОЭТОМУ ВНЕМЛИТЕ ЭТОМУ СОВЕТУ, НЕСУЩЕМУ НЕОБЫЧАЙНОЕ БЛАГО. ПОЭТОМУ ЖАЛЧУ ДЕНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Друзья и спутники подобны гостям в своем совершенном непостоянстве. Хотя вы какое-то время и можете быть рядом, рано или поздно вы расстанетесь. Так оставьте чувственную привязанность к своим друзьям подобным волшебным видениям. Пожалуйста, практикуйте священную дхарму, долговечный источник блага. Богатство и имущество, столь сберегаемое и запасаемое вами, подобны меду. Ваше накопление доставляют удовольствие только другим. Поэтому пока есть возможность, накапливайте заслуги, развивая свою щедрость. Пожалуйста, готовьтесь к своему будущему путешествию сейчас. Ваше жилье, столь крепко сложенное, рано или поздно разрушится. Оно подобно займу. Когда придет время переезжать, вы не сможете остаться на месте. Оставьте свою очарованность многолюдными местами и доверьтесь местам уединения с этого мгновения. Симпатия и неприязнь подобны играм ребенка. Бессмысленные привязанности и отвращения — это бушующая масса огня. Оставьте свои раздоры и злобу по отношению друг к другу. И обуздывайте свои умы с этого мгновения. Действия, не имеющие истинной сущности, подобны иллюзиям чародеев. Сколько ни прилагай усилий в настоящем, не дождешься конечного результата. Отпустите привязанность к занятиям этой жизни и вещам этого мира. И идите по пути освобождения с этого мгновения. Обретенное вами тело со свободами и преимуществами, подобно драгоценному кораблю, дающему вам возможность освободиться от океана страданий. Поэтому оставьте лень, апатию и промедление и взращивайте силу своего усердия с этого мгновения. Святой учитель подобен охраннику, сопровождающему вас в места, вселяющие страх. Так выказывайте этому проводнику, оберегающему вас от врага, сансоры, безмерное уважение и почтение, и неустанно вверяйтесь ему телом, речью и умом с этого мгновения. Глубокие наставления Дхармы, подобные исцеляющему нектару. Они наилучшее лекарство от заболевания неблагими мыслями. Так положитесь на них в своей жизни и взращивайте их в себе без устали, развивая реализацию с этого мгновения. Три безупречных высших упражнения, подобные исполняющие желания драгоценности, путь, ведущие к наивысшей из целей. Поскольку они приносят просветление, священный покой, пожалуйста, практикуйте их в своей жизни с этого мгновения. Учения во всем их многообразии, подобны драгоценному светильнику, разгоняющему тьму неведения и освещающему путь к освобождению. Поскольку их слушание открывает око вневременного осознавания, излучая благо и счастье, пожалуйста, будьте беспристрастны и не сектарны с этого мгновения. Тщательное размышление, подобно искусству ювелира, оно отсекает все промедление и гадание о том, что истинно, а что нет. Поэтому, пользуясь высшим знанием, произрастающим из размышления об услышанном, пожалуйста, достигайте совершенства с этого мгновения. Медитация подобна вкушению нектара. Медитация о значении услышанного и обдуманного удаляет все болезни неблагих мыслей. Минув океан обусловленного бытия, вы прибудете на дальний берег, сердечную сущность. Пожалуйста, медитируйте в лесах с этого мгновения. Воззрение по своей сути, подобно открытому простору. Свободное отделений на высшее и низшее, ограничений и крайностей. Не имея какого-либо измерения, оно запредельно выражению, воображению и описанию. Пожалуйста, используйте методы для его осознания с этого мгновения. Медитация по своей сути подобна горе или океану. Неприходящая и неизменная, прозрачная и незапятнанная, она успокаивает всю отвлеченность и концептуальное усложнение. Пожалуйста, медитируйте на реальности прямо такой, как она есть, с этого мгновения. Поведение по своей сути подобно мудрому человеку, осознающему, что своевременно и несет пользу согласно обстоятельствам. Привязанность и одержимость, принятие и отвержение, подавление и потворство — сфера иллюзии, так будьте свободны от двойственных пристрастий с этого мгновения. Плод, по своей сути, подобен богатству, обретенному благим правителям. Оно приносит богатство вам и, естественно, гарантирует благо другим. Нет страхов и надежд, только ум в самопроизвольном отдохновении. Пожалуйста, прилагайте усилия для достижения плода с этого мгновения. Ум, по своей сути, природа явлений, подобное небу. Пространство, по своей сути, конечный подлинный смысл природы ума. Высшее состояние совершенно неизменно и абсолютно недвойственно. Пожалуйста, осознавайте это уверенно с этого мгновения. Явления во всем их разнообразии подобны отражениям в зеркале. Отчетливо воспринимаемые, они пусты, однако эту пустоту не найти. С умом полном радости, не определяющим явления, как одинаковые или разные, пожалуйста, осознавайте это уверенно с этого мгновения. Хватание за объекты, которые вы сами материализуете, подобно сновидению. Истина неделима, ведь двойственные восприятия рождаются привычными склонностями и являются лишь именами, раздаваемыми обычным сознанием, пустыми по своей сути. Пожалуйста, осознавайте недвойственность с этого мгновения. Сансара и нирвана по своей сути подобны игре иллюзии. Хотя вещи могут являться хорошими или плохими, по своей природе они одинаковы. Все не рождено и подобно природе пространства. Пожалуйста, осознавайте это уверенно с этого мгновения. Основанные на заблуждении приятные и неприятные переживания по сути призраки. Хотя благие и неблагие причины и следствия возникают отличными друг от друга, по своей природе они не рождены. Их сущность неприходяща и неизменна. Пожалуйста, осознавайте это уверенно с этого мгновения. Явления, классифицируемые обычным сознанием, подобны играм детей. В действительности они не являются чем-то постоянным. Но в силу концептуальной оценки люди цепляются за представление о хорошем и плохом. Пожалуйста, осознавайте равность явлений с этого мгновения. Щедрость, подобная сокровищнице полной драгоценностей, источник неиссякаемого и постоянно растущего богатства. К тем, кто дает вам шанс накопить заслуги, будь то простые, великие или средние существа, будьте щедры, учитывая особенности существ и обстоятельств с этого мгновения. Нравственность, подобная благородной и безупречной колеснице, доставляет вас в высшие миры перерождения и подлинное совершенство просветления. Отрекаетесь вы от неблагого, укрепляете благое или несете благо другим существам, пожалуйста, не оставляйте нравственность в своей жизни с этого мгновения. Терпение, подобно обширному, совершенно безмятежному океану, оставаться спокойным при встрече с препятствиями, лучшее из возвышенных качеств, будь то принятие страдания, развитие милосердия или другие практики, пожалуйста, укрепляйте в себе эти добродетели с этого мгновения. Усердие, подобное огромному пылающему костру, испепеляет все неподобающее и питает все благое. Не поддаваясь промедлению апатии и ленности, пожалуйста, следуйте пути освобождения с этого мгновения. Неподвижное, однонаправленное сосредоточение подобно самой величественной из гор. Невозмутимое концептуальными взглядами и неотвлекаемое объектами способностей, ничто не тревожит равновесие, не теряющее покой, чтобы не попало в область внимания. Пожалуйста, развивайте однонаправленное сосредоточение с этого мгновения. Не имеющее границ, величайшее знание, подобное солнцу, рассеивает тьму неведения, просвещая священную дхарму, взращивая сад освобождения и иссушая омут пороков. Пожалуйста, осознавайте его цветение с этого мгновения. Искусные средства, подобные провожатому искателей сокровищ, ведут существ через океан страдания к острову счастья, достижению трех возвышенных кай и спонтанному свершению двух видов блага. Пожалуйста, несите другим благо, используя искусные средства с этого мгновения. Сила, подобная победителю, повергающему противников, одолевает полчища неблагих мыслей и поворачивает ум на путь просветления. Поскольку она свершает накопление добродетели и рассеивает препятствия, пожалуйста, вооружитесь отвагой, с этого мгновения. Устремленность подобна великой исполняющей желания драгоценности. Все желания исполняются сами собой и, естественно, расцветает высшее блаженство. Утверждение ума в покое, исполнение всех чаяний и надежд. Пожалуйста, развивайте беспредельную устремленность с этого мгновения. Вневременное осознавание подобно множеству небесных облаков. Из облаков однонаправленного сосредоточения и совершенного пометования льются потоки блага и счастья, приводя к полному созреванию посевы накапливаемых заслуг для блага всех существ. Пожалуйста, прилагайте усилия для усиления переживания вневременного осознавания с этого мгновения. Искусные средства и величайшие знания, подобные благородной горе, предупреждают вас от падения в обусловленность сансары и умиротворенность нирваны, утверждают ваше благо и благо других существ и помогают вам пройти пять путей к спонтанно присутствующим трем каям. Пожалуйста, совершайте искусные средства и величайшее знание с этого мгновения. Истины, ведущие к просветлению, качество пробужденности просветленных трех времен. Они подобны великому и ровному пути. Всего их тридцать семь. Четыре близких внимательности и другие. Пожалуйста, прилагайте усилия к утверждению в них с этого мгновения. Любовь подобна прекрасным родителям, безустанно заботящимся о своих детях, существах шести миров, служащим им со всей добротой и постоянно несущим им блага. Пожалуйста, привносите в свою жизнь любовь с этого мгновения. Милосердие, будто бодхисаттва, дитя победоносных, для кого страдание других не отличается от собственного. Кто для освобождения их от этого страдания одет в доспехе усердия? Пожалуйста, объединяйте свою жизнь с милосердием с этого мгновения. Радость подобна старшему члену семьи, радующемуся добродетелям других и получающему удовольствие от возможности оказать им поддержку. Пожалуйста, утверждайтесь неустанно в радости с этого мгновения. Равностность, подобная по своей сути земле, свободна от печали и лишена привязанности к ближним и отвращения к неблизким. В высшей степени блаженная, она неизменна в своем пребывании во всеобщем равенстве. Пожалуйста, сливайте с ней свой ум с этого мгновения. Два аспекта бодхичитты, подобные заслуживающему доверия проводнику, ведут практикующих добродетель к острову освобождения, не страшась об условленности санцеры и неся безмерное благо другим. Пожалуйста, зарождайте их в себе снова и снова с этого мгновения. Преданность подобна безграничному океану, заполненному добродетелями, едиными в своем вкусе, покрытому неутихающими волнами веры. Пожалуйста, полагайтесь на преданность с этого мгновения. Посвящение подобно неиссякаемой сокровищнице пространства. Посвящение заслуг в природе явлений оберегает их от истощения, делая их неисчерпаемыми. Тхарма-кайя — единовкусие спонтанно присутствующей рупа-кайи. Пожалуйста, очищайте субъект, объект и их взаимосвязь с этого мгновения. Сорадование подобно сфере пространства, вмещающей необъятные заслуги, не поддающиеся измерению, свободной от надменности, решительной и совершенно прозрачной. Пожалуйста, сорадуйтесь снова и снова с этого мгновения. Пометование подобно превосходному крюку, держащему буйствующего и неукрощенного слона ума, совершенно удерживающему его от пороков и естественно ведущему его к добродетели. Пожалуйста, совершенствуйте пометование в своей жизни с этого мгновения. Внимательность подобно превосходному и сосредоточенному дозорному, не дающему вору ни добродетели ни единой возможности, крепко оберегающему богатство добродетели. Пожалуйста, уверенно опирайтесь на внимательность с этого мгновения. Бдительность подобна крепостным стенам и рву, защищающим от вторжения грабящих полчищ неблагих мыслей и сберегающим силы, способные победить врага неблагие мысли и карму. Пожалуйста, прилагайте усилия к защите своего ума с этого мгновения. Вера подобна плодородному полю, из которого является все желаемое, на котором всходит урожай просветления, полю, обеспечивающему счастьем эту и последующие жизни, несущему вечное благо. Пожалуйста, не давайте угаснуть цветению вашей веры с этого мгновения. Доброжелательность, подобная прекрасному лотосному пруду, привлекает все священное и несет существам усладу. Оно сама суть наслаждения богатством и его благами. Пожалуйста, приносите другим счастье с этого мгновения. Приятная речь подобна звучному барабану богов. Не бывая неуместной, несущая удовольствие умам, она звучит для ведомых по пути, вызывая в них радость. Пожалуйста, порождайте счастье восхвалением других с этого мгновения. Умиротворенное поведение подобно святому мудрецу. Препятствуя недобродетели и вызывая в других веру, оно искореняет лицемерие и приносит естественный покой. Пожалуйста, практикуйте безупречное поведение с этого мгновения. Священная Дхарма подобна могущественному сугате. Соответствуя каждому, она превосходит всех. Будучи в гармонии со всем, она ни с чем не сравнима. Пожалуйста, полагайтесь на священную Дхарму с этого мгновения. Это тело с его свободами и преимуществами подобно иллюзорному дому. Явленное лишь временно, оно разрушится без предупреждения. Не теряйте в жизни ни минуты, ведь все явления составные и когда-нибудь распадутся. Пожалуйста, вспоминайте об этом снова и снова с этого мгновения. Богатство так же ненадежно, как осенние облака. Удача рано или поздно изменит вам, ведь в ней нет и малейшей сущности. Пожалуйста, осознавайте эту истину с этого мгновения. Все существа непостоянны подобно гостям, которые приходят и уходят. Предыдущее поколение ушло, тоже сделает и будущее, когда придет его время. тех, кто жив сегодня, не будет уже через сто лет. Пожалуйста, осознавайте это уверенно с этого мгновения. События этой жизни подобны случившемуся сегодня. То, что происходит в Бордо, пролетает как один сон. Следующая же жизнь наступает так же скоро, как приходит завтра. Пожалуйста, практикуйте священную дхарму с этого мгновения. Выразив так в метафорах все аспекты дхармы, я дам еще одно наставление для практикующих. Конец всего составного разъединения, поэтому я не задержусь здесь навсегда, а отправлюсь на остров освобождения. Поскольку в сансоре нет ничего, что заслуживало бы доверия, пожалуйста, стремитесь к континууму истинности, нерожденной дхармакой. В этом мире объекты способностей подобны искусным чародеям. Будучи по сути обманчивыми, они подобны дразнящим кокеткам. Поскольку они лишают ум добродетели и усиливают неблагие склонности, пожалуйста, оставьте привязанность к ним и практикуйте священную дхарму. Если вы лишены удовлетворенности, как бы вы не были богаты, вы бедны, ведь ум алчного человека невозможно насытить. По-настоящему богатыми являются те, кто удовлетворен, ведь даже обладая малым, их умы всегда заполнены счастьем. Привязанность к алкоголю и женщинам — источники загрязненности ума. Поэтому отбросьте мысли, цепляющиеся за желание, жажду и одержимости. Исследуя примеру мудрых, развивайте сущность покоя в уединенных местах. Сказано «Днем и ночью, немежкая и мгновение», сосредотачивайте ум на добродетельном, отрекайтесь от вредоносного и несите пользу. Поэтому, пожалуйста, практикуйте священную дхарму, не отвлекаясь даже на мгновение. Так вы встретите смерть без сожаления и принесете благо в будущем. И еще одно, мои ученики. Мы соединены дхармой и сама ей, благодаря схожей карме и чистым устремлениям на протяжении очень долгого времени. Хотя мы встретились, мы должны разлучиться. Учитель и ученики неизбежно расстаются. Пожалуйста, помните, что мы, подобный встретившимся на ярмарке, путешественникам. Я дал этот сердечный совет исключительно для того, чтобы принести вам благо. Родина, богатство, близкие друзья и любимые родственники. Оставьте привязанность к этим отвлечениям и усложнениям этой жизни. Пожалуйста, взращивайте в себе однонаправленное сосредоточение в спокойных местах. Когда придет время умирать, ничто не сможет уберечь вас от этого. Вам необходима священная дхарма для того, чтобы встретить смерть без страха. Пожалуйста, стремитесь с этого мгновения применять сущностные наставления учителя. Это наставление само сердце глубокой истины. Среди всех учений наставления о сердечной сущности всеохватной светоносности, тайное значение советов сердечной сущности, основа всего. Они высшие из всех путь реализации Будды в этой жизни. Пожалуйста, прилагайте усилия к обретению этого полностью благого высшего блаженства. Получайте учения от святых мастеров линии передачи, держащих сущностный нектар глубокой истины, используя силу своего усердия, практикуйте их в уединении. Так вы быстро станете победоносным. Священная Дхарма приносит совершенное высшее блаженство в настоящем и обеспечивает благостью будущее. Не все ее качества проявляются сразу. Пожалуйста, прилагайте усилия с этого часа для осознания истины сердечной сущности. Владыка звезд, не скрытая облаками луна, изобилующая всеми качествами полноты, вот-вот взойдет. Балдахины, зонты и победные знамена, звуки музыки и собрания даков и дакинь придают всему такую красоту. Лотосный лик защитника, воплощение милосердия, окружившего меня своей заботой, побуждает меня. Пришло время отбыть. Как для путника настает миг отправиться в путь. Моя радость на пороге смерти, мое высочайшее достижение, несравнимо превосходящая радость торговца, обретшего целый океан богатства. Радость Индры, владыки богов, обретшего победу в битве, и радость практика, переживающего блаженство однонаправленного сосредоточения. Теперь мне нечего задерживаться, ведь я отправляюсь взойти на трон бессмертия и высшего блаженства. Эта жизнь, моя карма, движущая сила моей устремленности, мои мирские заботы и восприятия, подошли к концу. Когда в Бордо будут возникать панорамные видения чистых миров, я буду мгновенно и спонтанно осознавать, что по сути они проявления осознавания, и что я близок к изначально чистому континууму истинности. поскольку я поистине благословлен, будьте счастливы. Используйте эту подобную майя жизнь для достижения цели, острого освобождения. Мое благопожелание, мои святые ученики, да встретимся мы вновь, и благодаря наслаждению дхармой, да будем мы полны радости и счастья. Теперь же наша связь в этой жизни окончена. Не печальтесь уходу этого странствующего нищего, довольного своей участью. Вместо этого молитесь ему постоянно. Таковы слова моего совета, дарованные для вашего блага, подобные множеству лотосов, несущих наслаждение пчелам, вам, моим практикующим. Пусть благая заслуга от этих искусно подобранных слов приведет существ трех миров к покою изначальной основы. с ... у Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok